Итак, ребят, смотрите, цифровой коучинг, он зародился уже в 2017 году. Это создал наш учитель Жанат Мухаммед Калийчко-Жамжаров, основатель цифровой науки СЮЦАЙ. И здесь уже были заложены, построены это всё на профессиональных знаниях раджи-йоги, законах мироздания. Цель какая? Цель человека — перевести его из улюзорного мира, где у нас находится эмоциональный фон, мораль, перевести его в объективную реальность, чтобы он пришёл в состояние покоя, в состояние генерации своей энергии и, соответственно, перевести его к успеху, к его задаче, к его цели. Здесь будем применять индивидуальный подход к каждому. Из-за этого будем строить уже план-стратегию развития занятий всей команды. Вот такой план. Так, кто-то здесь у нас пишет, что-то пишет у нас. Вопрос какой-то, да? Чум есть. Все микрофоны выключать. Роза. Я закрою так окно сейчас. Может, ты пока выключи, да? Если будет какой-то вопрос, то... Теперь немножко вкратце о нас. Мы выучились в 2020 году. Сначала на первой ступени как цифровые консультанты. Мы муж и жена, чтобы вы понимали, да? И далее прошли профессиональную ступень, вторую ступень. Сейчас мы на третьей ступени. Самая высшая сейчас считается. Это бизнес-коуч, бизнес-наставники, да? Дипломированные дипломы у нас, они европейского образца с Чехией. Чтобы вы понимали, в сверхобъективной реальности мы уже здесь закреплены и работаем уже в чистую, все нормально здесь, упакованы в этом плане. Я сам лично эксперт по военно-инженерному делу. В звании полковник. То есть провел очень... 35 лет у меня стажа. Готовил офицеров в свое время, да? По спецназначению. И имею, соответственно, титул доцентра кафедры инженерных войск. Светлана вкратце может о себе рассказать. Всегда работала в HR. Если вам непонятно на новый манер, кто такой HR, это руководитель отдела кадров, директора отдела кадров. Я работала в таких компаниях, как Samsung, Metro, может быть, вы знаете эти компании. Последняя моя компания – это продукция компания Apple. В общем, в таких международных, крупных, крутых компаниях. Но я была несчастна, я вам скажу. Я зарабатывала хорошие деньги. Вроде как бы и должность у меня была. И карьеру построила. Но все это отнимало у меня силы, энергию. И в итоге я решила, в общем, заниматься своим любимым делом. То есть заниматься социалом, заниматься коучингом. Поэтому мой HR – это в прошлом. Чтобы вы понимали, чтобы вы нам не верили на слово, но посмотрели наши дипломы. Это наши дипломы, да. Вот они, наши дипломы, они европейского образца. Это как раз такие пражские. Просто у вас может назревать иногда вопрос. Очень много сейчас, допустим, цифровых, может быть, психологов и так далее. Но еще раз повторяю, мы работаем частую. Мы, естественно, платим на соответствующие налоги и так далее. И, соответственно, уже четвертый год мы работаем на профессиональной основе. То есть мы считаемся уже экспертами. Сейчас в оконцове мы желательно всех, дай бог, всех успеем распаковать. И это я покажу вам уже на деле, чтобы вы уже понимали. В процессе тоже какие-то осознания для себя. Ребятки, вот этот слайд виден? Махните головой или поставьте лайк там, я не знаю. Виден, виден, виден. Виден, да? Отлично. Теперь смотрите, сам механизм, как вообще будет проходить цифровое наставничество. Будет закрыта группа в Телеграм. Он уже создан. Динарочка, спасибо. И, соответственно, будет поддержка наша 24 часа 7 дней в неделю. Почему? Потому что мы будем давать задания, и у вас будут возникать какие-то ситуации. Вспышки, вспышки морали, вспышки убеждения. Какие-то триггеры, да, посттравматические события. Мы здесь будем на чеку. Мы с вами будем всегда на связи. Занятие будет происходить в группе. В основном формат это будет онлайн. Онлайн режим. Запись урока будет сохраняться, передаваться вам в Телеграм-канал. И если вы где-то не поняли на занятии, желательно пересмотреть. И определенный жетон какой-то может провалиться уже после... Так, у нас два человека в ожидании. Извини, сейчас мы добавим. Яна и Ирина. Длительность, то есть два месяца будем работать. Это восемь трансформационных недель. Два раза в занятия, то есть два раза в неделю будут занять. Это 16 занятий. Вот такое дело. Теперь смотрите. У нас стартует он 16 июня. Очередная группа. Очередная группа. Это 12 группа. До старта мы должны провести с вами, соответственно, проведем личную консультацию. Она будет на пяти листах. У меня подход такой, что вся жизнь человека будет распакована у вас на руках. То есть мы вам вышлем на места уже, и вы по месту можете еще их распечатать. У вас будет пожизненный, так скажем, план вашей жизни. Диагностическая консультация тоже лично проведем по девяти компетенциям, по девяти сферам. Ну, например, девятая компетенция, просто раскрою, чтобы понимание было. Это здоровье. Вот кто знает свой рост и вес, то мы уже будем знать, где у вас там страх записан. Понимаете, только по цифрам мы уже можем определить. И дальше по восьмой компетенции, седьмой и так далее. Сразу в подарок вам. Сколько зарабатываете? Сколько хотите зарабатывать? Вопросы. 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 Нет, это мы вычитали. Здравствуйте, Динара. Видно. Видно. Вам видно вот этот зелёный слайд? Мы будем переспрашивать ребят, потому что иногда… Сум обновился. Да, сумма обновился. Иногда почему-то у нас пролистывает, а люди не видят. То есть диагностическая консультация там полностью будет… Наша задача найти просадку. Вот, например, где вы сливаете энергию, например, есть ли обида в зоне комфорта, есть ли дисциплина любви, дисциплина секса, например, и так далее. Понимаете? В каждом аспекте мы должны прощукать, проразведать, так сказать, ваши энергопотенциалы. Кроме того, пойдёт сразу автоматом в подарок вам личный календарь, потому что у нас будет в соответствующем занятии формула успеха и мантра, которую мы вам поможем поставить на обои телефона. И каждое утро человек читает свою мантру, входя в аналитическое состояние. Это будет лично ваша мантра и формула успеха. Именно здесь подход такой в Сюцайе, что, понимаете, не всем одну цель какую-то мы даём, а именно подход по вашей данности, по вашей дате рождения. То, что вам надо, да? То лекарство, которое вам нужно. Едем дальше. Теперь смотрите, Светлана, давай. Ну, смотрите, очень важно здесь, если кто-то идёт на коучинг, то важно, чтобы человек понимал, что здесь мы не просто пришли, сложили ручки, послушали и ушли домой. Понимаете, это два месяца такая хорошая, мощная работа идёт. Как со стороны человека, так и со стороны, ну, с нашей, естественно, коучей. Поэтому очень важна здесь дисциплина тела. Ребят, тело, я буду рассказывать, оно находится в сознании. И нам очень важно получить вот эту трансформацию. Понимаете, у нас есть у каждого нейронные связи. Они вот так сцеплены. Вот мы кто 20 лет, кто 30, кто 40, кто 50 лет, да? Жил вот так вот, действовал так вот, думал так. И понимаете, наша задача за два месяца эти нейронные связи, убеждение раз, сцепить и создать новые нейронные связи. Такое мышление, которое будет мне помогать, а не меня закрывать, понимаете, ограничивать. Да, от каких-то действий, от успеха и так далее. И поэтому мы здесь обязательно подключаем вот эти вот инструменты работы с телом. тоже очень важно, потому что мы два пути используем. Это путь через тело идёт трансформация, это ходьба обязательно, баня, ванна с солью, там домашние задания человек выполняет. И второе, ну, естественно, через работу с сознанием, через развитие сознания, через те инструменты и знания, которые мы вам будем передавать. И наша задача, смотрите, прийти, восстановить наше настроение. Настроение — это нас трое. Это дух, разум и тело. Три единства. Понимаете, когда человек целостный, когда у него всё здесь гармонично, то, ну, тогда и восприятие жизни, и вообще вот, вообще жизнь другая становится. Вот мы сами через это прошли, это не просто там какой-то где-то почитали, где-то поучили и вам рассказываем. Мы прям это прожили на себе за все эти годы. Ну, используем тоже сейчас по сей пор. Да, используем, и, ну, уже другой уровень жизни просто появляется. И передаём эти знания на собственном опыте. Весь самое затратное, ребят, это, конечно, ходьба. Надо выделить из своей жизни один час. Час, ну, может быть, полтора часа в зависимости, как кто встаёт по утрам, да, и так далее. Остальное всё это делается в течение получаса и так далее, да. Поэтому энергоресурс будет давать вам изменение стиля вашего жизни. То есть энергоресурс будет притягивать к вам возможности. А что такое возможности? Кто скажет? Возможности. Что это такое? Ну, давайте, кто смелый. Правильных и неправильных ответов у нас нет. Всё правильно. Давай, молчание золото. Как? Молчание золото. А, молчание золото. Правда. Обманывают они. Обманывают, да? Это в другом ключе. Это в другом ключе молчание золото. Сегодня у нас всё приветствуется. Ребята, возможности — это окружающие вас люди. Потому что мы не умеем развиваться и коммуницировать в пустыне со львами и апезьянами. Мы будем коммуницировать только с человеком. Вот здесь Динара пишет, возможность — это жить достойно, счастливая жизнь. Да, всё правильно, но через людей, которые нам попадаются. Это мы будем уже расшифровывать на личные консультации и так далее, да? Ну, вообще в целом. Хорошо, едем дальше. По программе мы не будем проходить? Это немножко скучно вам будет? Мы программу вам выслали? В целом расскажем немного по-другому. Знаете, чтобы визуально вам было более-менее понятно, о чём наш коучинг. Вот смотрите, первые два занятия у нас будут по природе человека. Вот эта вот картинка, вы видите? Картинку с лошадью, с колесницу. Видно? Да. Окей. Вот на этой картинке вся природа человека изображена. Понимаете, здесь сознание и подсознание. То есть подсознание — это наши вот эти вот лошади, это наши эмоции. Эмоции, которые даны нам для испытаний. Положительные, отрицательные эмоции. Боже. Боже — это наш ум. Но наша задача, чтобы нами не управлял наш ум и наши эмоции. Наша задача — развивать сознание, именно сознание. Вот это колесница, это тело, в теле живёт душа. И возница — это разум. Наша задача развивать вот тело, сознание, да, разум свой, для того, чтобы он управлял. Управлял эмоциями, управлял нашими мыслями, управлял нашим умом. Разум и ум — это разные вещи. Ум — это подсознание. А то, что мы контролировать не можем. Ну, в смысле, вообще неосознанно это всё происходит. Но мы учимся контролировать это через разум, управлять этим. Наша задача. Потому что, понимаете, если наша колесница, тело будет, ну, вот какое, такое вот разваленное, да, можно сказать, то если наши эмоции будут лошади нести нас куда-то в пропасть, так это и происходит, если очень кратко, да, про это рассказать, то, ну, в какой-то момент душа может просто выпрыгнуть. То есть тело. Ну, то есть так это и происходит. Ну, человек сам может угробить свою жизнь, сам может ею руководить и управлять, понимаете, радоваться. Потому что жизнь дана вообще для радости. Ну, человек сам себя загоняет, закрывает, ну, потому что управляет подсознание. И мы не можем это контролировать. И мы развиваем свой разум, развиваем сознание для того, чтобы управлять своим подсознанием. И тогда жизнь выходит уже совершенно на новый уровень. Тогда и болезни ты можешь контролировать. Человек себя может исцелять, может разрушать. И вот два варианта. Либо туда, либо сюда. И чаще всего, что происходит у большинства людей? Ну, естественно, мы болеем, мы разрушаемся. И мы, понимаете, мы лечим здесь не следствие. Вот вы пошли в больницу, у вас болит там, ну, что-то болит, заболело. Вы лечите следствие, правильно? Уже просто как саму болезнь. А мы, мы находим, мы даём вам понимание самой причины. Как устранить вот эту причину? Понимаете, чтобы не болеть, а чтобы можно было вообще со временем себя исцелять. Ну, это, конечно, не раз-два, это вот прям такая большая работа. Но здесь все есть, все ответы. Вот так это работает. В СЦАЕ есть все ответы. Вот природа возникновения эмоций, она, как сказать, она заложена уже внутри человека. То есть есть три клетки, да, чёрная, белая, ну, назовём её так, отрицательная, положительная и нейтральная клетка. Мы их рассматриваем как чёрный волк и белый волк. То есть чёрный волк — это олицетворение негативных эмоций в теле человека. Это чёрная клетка. Вопрос только, знаете, один бывает в жизни. Какого волка ты в себе кормишь? Чёрного либо белого волка. И от тех качеств, которые человек наполняет, эту клетку, он либо пойдёт через морально разрушаться через чёрного волка, либо через положительную энергию он будет постоянно генерировать свою энергию, и к нему на эту энергию будут идти возможности. Что даст ему востребованность? Что такое востребованность? Это ещё продление своей жизни на 10-15 лет вперёд, чтобы вы понимали. Вот наша задача — показать вам источник возникновения. Вот я пришла, почему у меня там семья разваливается, да? То есть мы говорили, что где-то около 10 семей мы соединили на грани развода. Ну и, соответственно, вот в этих источниках возникновения эмоций мы показываем точку исхода, откуда возникло у тебя, откуда возникло у него. И начинаем соприкосновение показывать и пути выхода с этого. Ну смотрите, Динара, 50 на 50 — это уже очень хорошо, потому что я вам скажу, человек устроен так, эмоции даны нам для испытания, что в теле скапливается 99% негативных эмоций. Понимаете? Они откладываются. Тело имеет память. Тело — это наше сознание в том числе. И 99% вот этого вот минуса нашего, да, негатива, чёрного волка откладывается. Но всегда есть 1% позитивных, да, эмоций в теле. И наша задача какая? Наша задача через баню. Для чего мы ходим в баню? Обязательно. Для чего мы ходим? Ну, во-первых, ходьба, там и генерация энергии. И мы пьём воду и потеем, опять же, в бане потеем. В ванне с солью там очищаем, соль забирает негатив. И, ну, тоже мы потеем. Понимаете? Чтобы здесь вот у нас вот такая вот, ну, вот в теле, да, вот эти клеточки. И вот 99% этих клеточек в теле чёрные. И вот такой вот 1% там белых. И наша задача, чтобы эти чёрные не поглотили белые, а наоборот их вычищать, вычищать, вычищать через пот. Понимаете, по медицине это называется токсины. Правильно же? Врачи же так, ну, как бы трактуют, да, что вот очищаем тело от токсинов. Вот эти токсины и есть наши негативные эмоции, которые скапливаются здесь. Тело имеет память. Вот здесь вот у нас яма-карма, вот такой жёсткий диск, да, флешка, которая всё записывает, что с вами происходило, как, и откладывает вот это всё. Так, почитаем, токсины и шлаки, всё верно. На медицинском языке так, мы вам по-простонародному скажем, что это негативная информация, которая у нас откладывается, скапливается. И после, понимаете, вот здесь вот эти 99% и дают нам разрушение, да, называется интоксикация организма. Интоксикация. Разрушение организма. Вот отсюда и идут наши все болезни, которые у нас есть. У каждого по числу сознания тоже разные свои болезни, прям вот хронические заболевания. Вот. А здесь происходит детоксикация, то есть исцеление. Понимаете? И наш путь вот такой вот отсюда, нам надо сюда приходить. И вот максимально за два месяца мы через вот эти вот все дисциплину тела приходим к дисциплине ума, через знания, сознания. Там будут очень мощные трансформации, и мы приходим вот сюда. Понимаете, это вот тут, посмотрите, какой он белый волк. Он спокойный, он радостный. Он не торопится, не бежит никуда-то. Ой, мне вот это не успел. Вот это и времени не хватает. Все время. Что-то, что-то. Ой, тут болит, там болит. Вот что-то, что-то. Ну, как бы это про вот этого товарища, да? И он такой какой-то, ну, не очень добрый, не очень такой в любви. Он какой-то весь негативный. И люди ему не нравятся. И он людям не нравится. Понимаете? Вот этот чёрный волк, поэтому нам вообще там невыгодно. Все, да, всё верно, Динара. В детстве все в белом волке. Ребёнок рождается чистым. Понимаете? Там убеждений ещё нет. От социума ничего не навязано. Эти программы пока ещё не включаются. Вы знаете, что каждого программа по дате рождения включается ровно в 14 лет. 14 лет. Почему переходный возраст у нас, у ребёнка? Вот его как подменили, стал каким-то вообще непонятным, да? Нет, неконтролируемым. Потому что он до 14 лет под энергией родителей находится. Ещё пока всё ещё, да. А потом уже нацеплял, вот это нельзя, вот это можно, вот так правильно, вот так неправильно. Это всё наши тоже навязанные, знаете, убеждения для того, чтобы на самом деле управлять людьми. Тоже надо же. Поэтому нам много чего навязали. Следующее занятие, оно будет характера по вашей программе. Нет, не сюда. Вы можете сейчас почитать по своей дате рождения ваши качества и компетенции. Вот просто прочитайте. Ну, например, вот давайте возьмём там Алексей. Это у нас люди, личности, рождённые 5, 14, 23 числа. А7 у нас, личность, дипломат, да? 2, 11, 20, 29. И у вас здесь есть компетенции. Просто прочитайте и поймайте себя, где я сейчас? В белом волке или в чёрном волке? Для себя просто, для себя. Ну, ответьте себе честно. Большую часть времени, где вы находитесь, именно по своей дате рождения. Найдите здесь свою дату рождения и посмотрите. Плюс – это белый волк и минус – это чёрный волк. Состояние… 2 Татьяны у нас, они личности 7, 16, 25. Динара – это личность 6. Есть Кристина, да, Кристина, по-моему, есть здесь, да? Роза у нас новатор, личность четвёртка, 4, 13, 22, 31, да? Так, Светлана я не видел, была. Светлана у нас дипломат. Яна у нас личность 8. И шапмон за рождем. Если вдруг вам что-то непонятно, задавайте вопросы, спрашивайте. Включайте микрофон, вообще без проблем. Ребят, у нас свободная тут такая встреча. Кто себя где-то нашёл, можете сказать. Татьяна, да. Татьяна. Ну, я контролю, быстрая реализация идей. Ага. Простение, непонимание ситуации, кризис. Не могу прочитать дальше. А где больше? Смотрите, вот в минусе у вас начинается хаос. Вы не понимаете, что происходит, как вот такое вот что-то в голове, какой-то шум такой, да? Можно сказать. Какая-то я рассеянная становлюсь. И знаете, у семёрки ещё тоже может быть, ну, суицидальность в плане того, что семёрка, ну, вот не понимает, зачем я здесь, да, и что-то хочу вообще, ну, чуть ли не вплоть до того, что расположены к этому. Очень много семёрок, ну, к тому, что вот покончу жизнь, уйду отсюда, да, с этого мира. Такие мысли появляются, мысли. Нет, не появляются такие мысли. Татьяна, Татьяна хотела, вторая Татьяна хотела сказать, 7-2, которая. А в плюсе у вас только подумали, сделали быстро, только подумали, там что-то, какая-то идея пришла, всё, сделали быстрее, тот другой только пока ещё думает, вы уже всё, у вас уже всё готово. Вы пришли там в любую компанию, в любую, любая ситуация, всё, все бегают, говорят, всё пропало, всё, это конец, это ужас, всё, не знаем, что делать, руки опускаются. Вы уже взяли, говорите, да, я вижу выход, вот так, вот так, вот так должно быть, понимаете, это ваш плюс. Вы любой кризис разрулите в 2 секунды, если вы в состоянии вот этого белого волка, вы гениальным человеком становитесь, понимаете? Смысл тут в том, что мы будем также работать над вашими компетенциями, то есть будут там и личные компетенции, и профессиональные. Вопрос только в том, что в каком процентном соотношении они у вас на просадке находятся, да? У кого-то на 10%, у кого-то на 20% поднятые и так далее. И пока мы не будем с ними работать, да, то, соответственно, это будет сказываться на данности программы ума и на наших действиях в миссии, вот в этом плане, да? Вот. Так, ну всем удалось себя посмотреть, примерно себе ответить, да? Где я? Нет, у меня там мелко написано, я не это. Да ты увеличил. У нас, Алексей, пятёрка, да? Вам же можно увеличить. Не увеличить не получается, но мы вам вышли в этот слайд, если хотите. Вот смотрите, Алексей у нас что? Если он в Белом Волке, то всё, он будет сейчас рассказывать, разговаривать с этим, познакомился с тем, зазнакомился. Всё, его не остановишь, понимаете? Это вот человек, который может с любым, там, любую дверь открыть. Всё, весь такой удачливый, всё, фортуна. Вы продавец очень хороший, там, хоть что кому продать, там, рассказать. Вот, знаете, это про вас. Вот такая высокая коммуникация, высокая... Ну, продавать же тоже не каждый умеет. Это ж крутое качество, согласитесь? Конечный результат у Алексея – это продаст всё живое и неживое. Да. По-простому, если так сказать. Вы такой человек про бизнес. Сколько человек глазом моркнул, Алексей уже продал, ушёл. Человек стоит уже с товаром и моргает. Довольный. Довольный ушёл, всё. Это пятёрка в плюсе называется. И человек довольный, и вы довольны, понимаете? И удача вам идёт, и всё, фортуна, и вы общаетесь со всеми, такой открытый, весь раскрытый, никого не боитесь, ну, не стесняйтесь. Вот это ваша сильная сторона. Но как только вы заходите в этого чёрного волка, что происходит? Беспечность, вот такой вот на всё обижаюсь, там этот не так посмотрел на меня, все против меня там что-то думают, знаете, жестоким становитесь. Но пятёрка такие, это, знаете, люди, ну, образно говоря, мы не напрямую говорим, а в общем, чтобы вы поняли вообще вашу энергию. Это такой вот, ну, знаете, экстремист. Вот ружбайку взять и пострелять всех этих гадов, которые меня обижают. Понимаете? Если у вас такое настроение, ну, часто и быстро есть, то это ваш минус. То есть у личности пять, крустальное сердце. Алексея пальцем пей, он обижаться будет, понимаете? И в этот момент в шкафу-то у него ружбайка же есть с оптическим прицелом. Он уже её приготовил на всякий случай. Вдруг обидчиков будет много, он так достаёт и да вот у тебя туда. То есть есть такое желание. Мы просто шутим. Но конечный результат, видите, у пятёрки экстремизм, терроризм, киллер. Помните тот фильм «Колумбиано»? Это пятёрка. Посмотрите фильм «Колумбиано». Это вот если у вас родственники есть 5, 14, 23 числа, вы можете за ними понаблюдать. Это холодные люди. Это взгляд Ягуара со стеклянными глазами. И Алексей смотрит, допустим, Татьяне в глаза. И он уже смотрит там в левом глазу евро, а в правом глазу доллары. И у него только польза там стоит, понимаете? А потом отношения. А у Татьяны наоборот. Но так как у неё миссия включилась, она тоже такая холодильник. Но у неё выгода, а не польза. А потом отношения. Ну вот я немножко так вот соприкоснул вас, чтобы вы понимали. Теперь у нас давайте кратко ещё возьмём А7. А7 же здесь. А7 у нас получается дипломат. То есть исполнительность, дипломатичность, желание понять. В минусе это будет непонимание, сомнение, двойственность, депрессивные. Такие дела будут идти. Вот. Может быть, кто-то ещё себя не увидел там, да? Ну, здесь у нас А7 ушла. Роза, Динара. Остальные, наверное, вы уже себя обозначили, да? А, вот здесь вопрос идёт. Это точно пятёрки такие, Динара. Да, они холодные. Это человек логики, понимаете? Там особой эмоции он не показывает. Но ему важно, чтобы всё было очень логически правильно. Когда нелогичные люди неправильные, тогда всё. Идёт вот это вот как раз-таки разрушение. Взять ружбайку и пострелять. Теперь ещё у нас будет тема, занятия по морали, по нашим разрушающим убеждениям. Вот как Динара сказала, пока ребёнок, он и радуется жизни, и всё у него классно идёт, и жизнь просто прекрасна. Потом он включается вот эти вот наши убеждения иллюзорные, и мы уже добрый, злой. Это справедливо, это несправедливо, это честно-нечестно, это духовно-недуховно. Начинаем делить людей, начинаем раздражаться от разных ситуаций. Но тут мы сегодня глубоко, конечно, это всё не будем просто изучать. Просто, в общем, для вас, чтобы понимание, какие будут темы. И всё. И понимаете, вот на это, на это разрушение, что это несправедливо, этот там злой человек, этот вот нечестный человек и так далее, там у каждого тоже своё будет, утекает наша энергия. Самое главное, что это забирает нашу энергию. Оно нам надо. И мы будем работать, именно инструменты вам дадим, как работать с нашими эмоциями. Как этих лошадей, которые копытом в какой-то момент бьют и поскакали в пропасть, понесли нас в болезни, вот в это разрушение, во всё такое, в страдание. Как наших этих лошадей в моменте усмирить, для того, чтобы они по хорошей дорожке скакали ровненько, да? И несли нас к своему предназначению, к своей реализации, чтобы вообще быть довольным жизнью и испытывать уже другие эмоции. Ребят, тема «Мораль», она будет очень, тоже неделю будет проходить. Это самая мощная тема, самая важная тема, её надо понять. И от того, как вы поймёте эту тему, например, да, то у вас вся коммуникация будет строиться на ура. То есть все были в супермаркетах, да? Ну, у нас в Казахстане там магнум, а там, я не знаю, в России там свои супермаркеты, пятёрочки, семёрочки там и так далее. Вот представьте, вы закупили товары, вы выходите с этого супермаркета, и прямо на выходе стоят две тётки, например, и разговаривают. «Ой, я тебя встретил, а тоси-боси». И вот в это время у вас скипает мораль. Я вам сейчас вкратце говорю. Как так эти на проходе встали, и мне не дают пройти, я их боком-боком обхожу? Вот это и есть мораль. Мы в этом моменте начинаем осуждать другого человека и, соответственно, сливать энергию. Вот эта тема будет очень важная для вас. 90% будет утекать. Эти моменты за каждым поворотом будут встречаться. где будет подниматься наша мораль. А наша задача, мы покажем, как уйти от неё. Муж, жена носки разбросал, жена вовремя что-то или приготовила, а муж поел и даже спасибо не сказал. Всё. Ах ты, скоти, я для тебя готов. Принимайте мой сленг. Просто, чтобы вам было более-менее понятно. Это такие непростые темы на самом деле. Ах ты, вот такой сякой, да? Ну, в следующий раз будет тебе борщ. Я тут старалась всё это, а ты даже вот так поел и сказал, что-то несолёный какой-то. И всё. И всё. И конец отношений. Ну, начинается, понимаете? Но в этот момент человек же как поступает? Она может сказать ему, ты что, офигел что ли? Ну, я так старалась, готовила. Да, может, с ним начать ругаться. А может же не захотеть испортить отношения? И будет внутри терпеть. Промолчит. Но это копится, копится, копится. И в какой-то момент взрыв атомной бомбы происходит. Понимаете? Так в человеке происходит. Вот это вот терпение, это самое плохое. Запомните для себя. Лучше вы скажете что-то человеку. Но говорить надо учиться, конечно, не так, чтобы с ним поругаться. А сказать так, что мне вот сейчас неприятно. Ну, вот как бы уже в таком ключе, чтобы сохранить отношения. Вот. Но лучше сказать, лучше как-то выпустить вот эту эмоцию, пропустить её через себя, нежели терпеть. И внутри это идёт очень сильное разрушение. Это для вас плохо, запомните. Так. Ещё у нас будет тема, моя любимая тема, закон Парета. Кто-то слышал, что за закон Парета? Слышали вы? Мы везде. И всюду. Во всех сферах вообще работает. Закон Парета. Оказывается, нет. Ну, смотрите, закон Парета. Так, Татьяна что-то хочет сказать. Татьяна? Ну, окей, давайте я вам расскажу. Смотрите, закон Парета вообще на самом деле он гласит, что 20% действий приносят 80% результата. И наоборот. И наоборот. Бывает, человек сильно много не работает, немного поработал, да, что-то такое сделал, и вот такой результат получил. Ну, то есть и денег, да, вот столько заработал. А бывает человек ходит на работу муторно, работает очень много, 80% вкладывает туда и получает всего лишь маленькие 20% результата, да, или денег за свою работу. Вот это принцип Парета, 20 на 80. И о чём говорит Сюцай? Сюцай говорит о том, что 20% успешные люди на всей земле, во всём мире, без разницы в какой стране. И 80% людей не успешны. Вот как раз-таки вот так и есть, да, и вот эти 20% успешных людей имеют 80% богатства всего мира. Вот смотрите. Вот 20% имеют 80% денег на земле. И 80% имеют всего лишь 20% денег. Поэтому здесь 80% людей всегда дефицит, денег не хватает, я вынужден экономить. Есть конкуренция, да, потому что тут денег мало. Людей много, 80%, а денег мало. А здесь всё отлично. Ну и вот смотрите, наш учитель Жанат, он сказал, я сделаю так, чтобы нарушить этот закон Парета и переводить людей отсюда из 80% неуспешных в 20% успешных. Ну это вполне реально. Мы вам скажем, что мы, ну прям ещё там до верхушки, конечно, не дошли. Мы в середине пути от кармы. Ну, от кармы тоже. А в какой-то степени? От кармы, от наших убеждений, от нашего... Карма какая, в какой семье ты родился, да, отсюда уже идут убеждения тоже. Но кто-то выбился, кто-то не выбился. Это зависит от мышления, ребят. И вот на коучинге мы меняем мышление. Мы вам показываем путь, как из 20%. Это не быстро. Опять же говорю, нет таких волшебных, вот этих магическое мышление. Мне это всё вас обманывают. Что я помедитировал, что-то там себе вообразил, и всё, оно завтра пришло. Но не приходит. Так не работает оно. Это всё обманы, и просто деньги с вас берут, и всё. Надо изменять мышление. Мышление меняется. Ты утихомириваешь, вводишь своё тело в состояние покоя, да, вот эти вот эмоции, вот эти сливы энергетические убираешь, вот эти разрушения убираешь, и всё. На эту энергию, во-первых, приходят возможности, во-вторых, эти возможности, у тебя хватает сил взять. Понимаете? Я вот вам скажу, я раньше, работая на своей работе, я всё хотела запустить какой-то интенсив или создать какой-то свой продукт. Никак не могла. У меня желание есть, сил нету, энергии не хватало на это. Понимаете? И вот с этим мы работаем. Смотрите, ещё одна тема. Смотрите, вот следующая тема, очень тоже будет интересная для вас, это три реальности. Мы живём, человек живёт в трёх реальностях. В субъективной реальности — это там, где профицит энергии. Ой, там, где дефицит энергии, там вообще нет энергии. Почему? Мы будем, человек работает практически мы все через мораль, через эгоизм и через мораль. И мы заключаем соответствующие умозаключения, делаем стратегии, делаем выводы. Это как ёжик в тумане, например, да? И он не знает, что выбрать, какой путь взять, какое решение принять, да? Вот. В объективной реальности — это когда мы понимаем, что есть закон, и этот закон нельзя нарушать, нужно быть в норме этого закона, да? И сверхобъективная реальность — там, где имеется конституция государства, в том государстве, где человек живёт, да? Законодательные акты, например, тот же самый закон о браке, да? То есть если мы живём, допустим, часто приходят ко мне на консультацию, допустим, да? Говорят, мы вот 10 лет живём, троих детей родили, да, допустим, а такая-то такая причина, я уже ненавижу его. Я спрашиваю один вопрос. У вас есть официальный брак, который регистрируется в сверхобъективной реальности, в законности, да? Согласно Конституции. Она говорит, нету. О какой претензии вы можете к этому кавалеру говорить? Вы понимаете, как всё, это всё было принято, как в состоянии ёжик в тумане. Понимание приходит, вот как мы вам покажем, как работать с этими реальностями, вот в этом плане. Я немножко добавлю. Вот это вот состояние, как будто я в тумане, понимаете, у человека, он даже, ну часто цель свою не может истинную понять. Он работает часто на чужие цели, да, ну где-то на работе, выполняет какие-то определённые действия, там получается эту зарплату. Не может понять вообще, что он хочет, как ему двигаться, что вообще ему в жизни нравится. Вот он идёт, да, хочет огурец, и он не знает. Скажите мне, идёт к гадалке. Скажи мне, гадалка, где тут огурцы, направо или налево, или, может быть, сзади меня? Он не видит их, понимаете? А где здесь помидоры? Вроде как бы хочет, но не понимает. И ты мне подскажи, вот ты мне кто-то, гадалки, вот это вот всё так происходит у людей. Ты мне подскажи, где мне вот это вот взять? Но это всё тоже такое иллюзорное. Это наши иллюзии, которые закрывают от нас вот это вот то, что мы можем иметь. И объективная реальность — это что? Это мы вот эти вот все мысли, вот эти убеждения, всё очистим себе, да, открываем вот эту вот, весь туман снимаем и видим жизнь, как она есть. Пришла ситуация, её надо решить. Вот так хочу. У нас стратегию мы с ребятами прорабатываем, например, цели, и человек всю жизнь страдал, что он эту цель не может достигнуть, и потом говорит, слушайте, а я вообще на самом деле не хочу. Как бы я страдала, что я вот это вот никак не получается, а я сейчас понимаю, что я вообще другое хочу. Вот как интересно. И здесь вот законы. Во-первых, здесь законы государства, да, и здесь ещё в сверхобъективной реальности, ребят, есть закон мироздания. И вот здесь именно работает наша карма. Ну, то есть карма работает как? Если ты закон нарушил, если ты налоги не платишь, ещё что-то тебя поймают, посадят, да, если ты украл там, своровал что-то, там, ещё что-то сделал такое противозаконное, это тоже карма по закону, да. Но есть ещё карма, когда мы что-то сделали в жизни, и оно вот так, вот так, вот так, вот так обходит, да, как это домино, и в итоге мы получаем, имеем то, что имеем в своей жизни. Обычно это в год седьмой, потому что мы что-то где-то сделали, но каждый не святой. Это нормально. Человек, наше эго хочет брать, мы делаем какие-то не очень суперские вещи, потом или себя виним, не можем себе простить, оно всё ушло, ты так поступил, всё, отпусти. Но карма возвращается. Ну и тут мы это всё тоже понимаем, да, и где-то, где-то можно её отработать, это тоже не так страшно. Всё исправимо, всё в этой жизни, пока ты живёшь, пока ты дышишь, пока сердце бьётся, всё можно исправить. Вот, теперь. Следующая тема. Страхи. Будем прорабатывать страхи. У каждого человека есть три вида страха. Потеря отношений, потери материального мира, ну, то есть потери денег, там, имущества какого-то определённого, и страх потери времени, да, страх смерти. И человек вот этими страхами, на самом деле, это тоже иллюзор. Это, ребят, у нас у каждого в голове свои страхи. Они чаще всего надуманы. Есть адекватный страх, чтобы не залезть под машину, чтобы не открыть окно и не выйти с седьмого этажа. Он нам дан для этого. Всё остальное — это фантазии нашего ума. И у нас есть очень классные инструменты. С любым страхом можно работать и проработать. И вот жадность откуда у человека появляется? Потому что страх. Потому что страх денег не хватает. Я становлюсь жадным, скупым, на себе экономлю, людям жадничаю, там, что-то дать. И в итоге сердце закрывается. И вплоть до того, что, знаете, есть люди, я вам скажу, которые даже похлопать другому, комплимент сказать какой-то другому. Им жадно, им жалко. Тут дело даже не только в деньгах. А наша задача вот с этой жадностью работать. Потому что мы сами закрываем. Портфолио. Вот когда мы всё вот это как по пирамидке почистим всё человека, мы до конца уже даём портфолио. Это его данности, где он может себя применить. Это просто мы сейчас вот взяли так вкратце, но там будет всё расписано, понимаете, вплоть до того, что оно превратится в ваше резюме. И в этом резюме вы уже можете сказать, пойти там, допустим, на собеседование, там, может быть, подобрать себе подходящую, совпадающую сферу деятельности, которая будет совпадать с вашими данностями. Ребят, смотрите, здесь смысл портфолио в чём? Если сейчас ваша деятельность совпадает с вашей данностью, то вы будете наслаждаться этой работой. У вас будет энергия подниматься всегда, каждый день. Но если вы идёте на работу, закинули конфетку, и это идёт с агрессией к этой работе, ваша энергия будет постепенно падать, а, соответственно, и результативность будет минус. Важно понять, где я себя реализую. Особенно Личностям, рождённые с 2000 года, вот сейчас я всегда это говорю даже, да, потому что у них нету, как у нас с вами, 1-1-9-9 вот этих энергий. Ну вот у нас, например, мы и по матрице тут говорим, какие у вас энергии заложены. Например, у Алексея, он может реально, он и сам 5, и у него матрица 2 пятёрки, он может открыть любую дверь. Алексей, вот расскажите нам, как у вас происходило или происходит. Вы с кем угодно можете договориться, у вас такая данность. У Алексея, наверное, правая рука президента была раньше, наверное, в президиуме, скорее всего. Ну, примерно такая картинка там, думаю. Вот, но единственное, когда мы вот в эти эмоции уходим, нашего чёрного волка, которого мы разбирали, тогда матрица наша может не работать. Ну, не может не работать, она вообще, в принципе, не работает. Наша задача сделать так, чтобы эти энергии работали на нас. Вот у Алексея 100% заложены родовые знания, да, цели он может ставить. Так, кто у нас ещё? Арай. Арай, например, это... Нету её, да? Динара. Так. Ну, вот у Динары. Динара тоже очень высокая коммуникация. Есть линия трансформации. Очень быстро может человек... Способность к изменениям. В наше время это очень-очень важно. Очень классная такая линия денег, когда человек может очень быстро трансформироваться, под текущее обстоятельство подстроиться. и, соответственно, уже набирать обороты, да? Ну, например, у Татьяны есть энергия, она может... Татьяна, да. У неё есть энергия 100% — это человек, который может создавать комфорт, комфортные условия, комфортные отношения. И она чувствует эти понятия, где идёт дискомфорт, где идёт не по плану комфорта. И в этот момент энергия может пойти как во благо, так и в минус. То есть Татьяна обладает ещё качеством мести. Понимаете? Человек, если дискомфортно ей что-то сделал, она берёт айфон, телефон, бац, и удалила номер телефона, номер абонента. Понимаете? Без суда и следствия. Вот так работают качества внутри, но человек об этом не замечает. Он говорит, я права. И это справедливо, она говорит, и духовно. Это про Татьяну, которая 16-го человека. 16-го, да. Тем более 16... И любовь к себе у вас, кстати, есть. Обязательно, да. Вы знаете, что такое любить себя? То есть 16 переводится... Очень редко в наше время тоже. Лично 16 переводится. Я хочу комфорта, я хочу любви. Так переводится 16. Понимаете? Да, и Татьяна у нас адекватный человек. Очень, да. Да, линия коммуникации у вас есть, кстати. Алексей тоже у нас адекватный. Мы вот с Альбер... А, нет, Альберт у нас адекватный, я гиганет человеку. У меня нет пятёрки матрицы, поэтому у меня с этим сложно. Роза, 13 апреля, вы сёстры с ней. Так, Роза. Роза у нас что? Допустим, Роза может видеть конечный результат. Да, очень важно. Когда человек что-то представляет... Вот хочу я поклеить обои, например, у меня нет этого видения конечного результата. Я не представляю. Я обои вижу, они мне нравятся. А как они на стенах будут? Да, поклеим, а потом посмотрим. Посмотрим, да? А вот как раз-таки у Розы есть это заложено, да? Как? А потом мне понравится, когда повесите уже. А потом мне понравится. Тем более я, извините, четвёрка, которая вечно недовольна. Вот всё, купила, счастливо, поклеила, не нравится. Будем переклеивать. Ну, вот так и живём. Ну, примерно так моя программа работает. Да, я сейчас, конечно, знаю, как с ней управляться. Так, например, Татьяна, наша вторая Татьяна, она очень такой эмпатичный человек. Да? Она понимает, она чувствует людей через чувства прям. Вот она считывать может людей. Стопроцентное у неё понимание. И очень-очень харизматичная. Татьяна, которая с седьмого. Так, Яна. Яна у нас физически очень такая вот, ну, крепкая физика. Физически очень такая энергия хорошая у неё, физическая сила. И что? Очень быстро принимает решения. Может на себя взять ответственность. И даже за другого человека. Понимаете? Вот когда этот человек бегает, всё пропало, то Яна здесь решает, как быть, что делать. Очень такой амбициозный человек, что Яна может даже кавалера загнуть, управлять им так конкретно, кавалер может не выдержать. Это такая яркая, активная личность внутри. Человек может принять решение, как брать ответственность за себя, так и за других людей в нормальных условиях и в критической ситуации. Понимаете? Вот такие данности в ней заложены. Это всё мы будем, ребята, раскрывать в вашем портфолио, например. Чтобы вы понимали. Мы сейчас просто вкратце берём. Знаете, там действия и по числу сознания, реализация Души идёт, и по миссии. Понимаете, в чём вы хороши, что вам именно, в каком направлении, именно направлении, в какой области вам двигаться, делать, выполнять какую-то работу. И вы осознаете свои сильные качества. И когда я вообще понимаю, что это во мне от природы, плюс ещё я столько лет прожила, я что-то делала, я много чего умею. И вот эти осознания приходят. Человек, знаете, очень, на самом деле, прям вот в себя начинает верить. Вот эта вот уверенность появляется. Ой, я, оказывается, вообще такая классная или такой классный. Так, Ирина, да, у нас? 7-9, да. Ирина, у нас тоже эмпатия 100% у неё заложена, линия коммуникации есть, может и разговаривать, общаться с людьми, но не будет вот так вот выглядывать, заглядывать там, лишь бы меня не видели, а я за всеми подглядываю. Такого у неё нет. Она, например, может идти разговаривать. Помните, я вначале говорил, коммуникация. Коммуникация — это 95% успеха. Ирина обладает этой энергией, где она коммуницирует, творец ей всегда открывает двери возможностей, понимаете? Вот это и есть, почему пятёрка и стоит по центру матрицы. Человек обладает этой энергией, всё, у неё постоянно будет идти возможность. Как-то так. Так, едем дальше. Каждому участнику будет раздан личный календарь. Личный календарь, он входит уже в состав коучинга. Почему? Потому что мы будем ставить вашу цель, годовую цель и стратегию. Потому что большинство людей не игнорируют эту энергию и по причине незнания постановки годовой цели, по причине непонимания. Но каждый год, ребята, изменяется цель. И поэтому надо принимать её. Наша задача — научить вас, как ставить цель. Через девять компетенций пошагово сделаем вам план. В этом плане. Очень такая волнующая тема будет. Это семейные платформы, это аспекты покрытия. То есть здесь у кого-то кто-то придёт с запросом, это наладит гармонию отношений. У кого-то запрос, почему я до сих пор не замужем, где мой муж дорогой, любимый, где моя жена и так далее. И здесь мы покажем вам аспекты покрытия. Это искусство мужчины покрывать свою любимую жену. Жена по девяти компетенциям. Жена должна покрыта по девяти компетенциям. И первая компетенция, немножко раскроем мы здесь, должна быть компетенция. Девушка должна иметь статус, ребята. Статус. Потому что девушка рождена в памяти. Девушка — это цифра два по науке Сюцая. Это семейный очаг и это память. Память находится вот здесь, телевизор называется. А мужчина — это цифра пять. Холодная логика — это улица. Мы с копьями ходим, мамонта заваливаем и к ногам женщины приносим, покрываем её комфорт. Понимаете? Вот. И если статус поставлен в покрытии, а статусы бывают разные. То есть ты моя любимая жена, точка. Ты моя любовница, ты моя подруга, близкая и так далее. Товарищ, бизнес-партнёр. Статус. Статус неопределён. Девушка будет не на... Как сказать? Не покрыта. Не покрыта. Всё. Парень с девушкой дружат, например, да? Два-три года она ждёт всё. Вот-вот, вот-вот он женится. Так время проходит, ничего он не женится. Понимаете? Тут важно. Есть вопросы такие, которые можно задать парню и понять, он женится или не женится. Статит на него эти свои бесценные годы или нет. Всё. Пару вопросов вы зададите, вы будете знать, кто перед вами. Либо это игра в кошки-мышки, либо это конкретный бизнес-партнёр. Семья, ребята, это тоже бизнес между мужем и женой. Целью будет корабль под названием «семья». Цель. А не эго, да? Ну да, и тут есть, в целом мы объясняем, да, как создать отношения такие, как выстраивать так, чтобы ты был, радовался. Да, радовался, какая у тебя жена классная. Ну, мы же чаще всего, это ещё работа. Ну да, не без того. Но когда ты знаешь, как это делать, и когда ты хочешь действительно вот эту счастливую семью, тогда, ну, это классно, это можно сделать. Реально. Мы же хотим как? Мы хотим, как Юлу, взять другого человека, да, покрутить его, да, вот так. И чтобы он крутился так, как мы хотим. Чтобы он всё делал, как я хочу. Правильно? И спасибо за бочку варил, и носки не разбрасывал по дому, ну, образно говоря, и всё такое. И жену мы также хотим как-то переделать на свой манер, чтобы она была золотая. Но так не получается. Смотрите, ребят, работая с собой, мы можем изменить другого человека. И это правда. Когда ты меняешь себя здесь внутри, своё восприятие, своё вообще мышление, своё мировоззрение, тогда, ну, как-то твои действия меняются. И другой человек, смотря на это, ну, если я его люблю, вот действительно, да, и показываю свою любовь, он не может как-то по-другому ко мне относиться. Он тоже, человек, начнёт делать то, что… Ну, в общем, так, ребят, короче, для вас такой приём. Если вам чего-то от вашей половинки не хватает, что-то вы недополучаете, начните это отдавать ему сами. Вот хотите, чтобы любил вас муж или жена? Сильно-сильно. Начните его сами любить, показывать, как вы его действительно любите. Здесь мы вам передадим очень серьёзные вопросы, их будет 9 вопросов. И это тонкая работа в семейных отношениях. Или с тем кавалером, с которым вы будете планировать запускать этот корабль под названием «Семья». Понимаете, это очень серьёзно будет для вас занятие. Ну, именно надо найти в себе силы, хочется же поругаться с ним, подраться и так далее. Почему он не делает так, как я хочу? А именно, если он вас не благодарит, начните сами вот эту благодарность ему за дело отдавать, где-то хвалить его, благодарить. И вы посмотрите, пройдёт немного времени, и вы будете эту благодарность получать и похвалу бесконечно. И за борщи, и за всё остальное. Понимаете, так это работает. Когда мы начинаем отдавать что-то другому человеку, мы на самом деле в этот мир для этого и пришли. А мы же, ну как, человек становится, понимаете, жадным. Вот ребёнок, он щедрый, а человек жадный. И жалко мне, похвалить тебя не заслужил. Подлец такой, ты не ведёшь себя так, как я хочу, да? И всякое такое. И начинается вот эта борьба. А она не нужна. Ну, в общем, будут приходить осознания и понимания. Это совершенно другой вообще уровень отношений и выстраивания отношений. И такая тема, она как бы считается венец торжества, да, где вообще заложены возможности самого человека. Для чего каждый из нас пришёл на эту Землю, с какой миссией, с какой задачей? Она называется формула успеха. Раньше она называлась задача Творца, сейчас она называется формула успеха. А через действие это будет формула богатства, формула счастья, да? Вот вкратце, если взять, вот смотрите, у Алексея формула успеха находится там, когда он уходит в анализ, в действие, в целеполагание, да? У Татьян, у обоих Татьян, когда они уходят в тактильность, в любовь. Потому что личность семь — это холодные, нетактильные люди. Не любите же обниматься. То есть когда Татьяну обнимаешь, например, она сразу такие раз вытаскивает ворота. Так, не приближайся к моё личное пространство. Это моё, духовное, например. А вот у Розы, у неё возможности лежат, когда она уходит в анализ, как личность новатор, да? У Динары, получается, когда она уходит, наоборот, в холодное состояние тела. То есть холодную логическую цепочку действий, да? Стать логичной, а не эмоциональной. То есть как Алексеем, стать как холодным. Взгляд Ягуара, помните, я говорил со стекла? Это надо стать шестёрки. Яна у нас, получается, она личность-надзор, материалист. Ей, наоборот, надо уйти в душу человека, понять его для чего-то, а не контролировать его через дисциплину труда, да? Кого мы ещё? Ирина — это у нас тоже человек должен уйти как личность-реализатор семь из духовности, в тактильность, в любовь, вот в этом плане. Вот Татьяна, например, и Ирине важно, понимаете, немножко сбавить вот эту суету. Всё время вы бегаете, всё время чего-то суетитесь, чего-то не успеваете. С утра вот это много дел, там всё это надо успеть. Туда-сюда вот это движ, 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 без конца бежите, куда-то что-то делаете. А надо, наоборот, знаете, вот так вот подрасслабиться в жизни. Это тоже надо уметь, понимаете? Вы этой суетой, наоборот, же теряете тоже энергию. И вот нужно научиться немножко замедляться, останавливаться, где-то сначала подумать, а потом бежать делать, да, бегом. Ну, вот такие действия. Но это очень кратко, ребят. Да, это кратко. Как мы разбираем настолько, просто не понять невозможно. Что такое деньги или что для вас деньги? Давайте вот так скажем. По-простому, что на мысль идёт, то и говорите. Тут сообщение есть. Это получается мне включить пофигизм. А, да, Динари. Динари? Нет, Динара, вам нужно стать логичной. Понимаете, вы очень... Вас кто-то зацепил немножко, да, каким-то словом или ещё что-то. Какой-то дискомфорт принёс. Всё, вам некомфортно стало. Вот напрягает он меня. Всё, начинаются эмоции. Лошади понесли, Динара, куда-то вдаль, да, в этот, в пропасть. А вам нужно что сделать? Так, холодная логика. Мне конкретно этот человек полезный, неполезный, да, что мне надо сделать, какие действия предпринять. Такой вот логичной очень стать. И холодной стать. Научиться вот этими эмоциями управлять. Ребят, это всё очень кратко, во-первых. Во-вторых, это всё нам сделать достаточно трудно. Это и есть изменение мышления. Мы не можем изменить свою данность, мы такими и останемся. Но в этой своей данности мы и погорим, понимаете? Мы и погораем в этих своих программах. А вот когда мы меняем мышление и вот эту вот задачу от Творца выполняем, да, это и есть формула нашего успеха. Вот тогда, ну, человек становится очень успешным. Да, вот Динара говорит, деньги — это средство для прожития счастливо и богато. Правильно, всё правильно, но… Деньги — это энергия. Деньги — это энергия. Это следствие энергии человека. Мы вам будем давать эти инструменты через дисциплину тела, чтобы вы каждый божий день поднимали эту энергию. И вот на эту энергию у вас будет количество денег. Подняли на 50% из 100, 50% вы заработаете в этот день. Подняли на 100, будет доходность на 100%. Я просто сейчас вам покажу, чтобы понимание было, понимаете? Но если, допустим, берём, скажем так, у людей, у которых вообще не отсутствует семёрка в матрице, то им постоянно нужно поднимать эту энергию. И мы вам дадим, что? Очень хорошие практики по финансам, по деньгам, да? Такие, можно сказать, секретные техники, которые вам пригодятся в жизни. Сейчас мы не берём возраст, молодой там, не молодой. Возраст не важен сейчас в нашей науке, ребята. Все молодые. Бывает, 25-летняя девушка приходит к нам, она внутри уже старая. Я сейчас не хочу кого-то там обидеть. Нет, мы сейчас говорим по программе ума, понимаете? Состояние внутри же мы сразу считываем. Вот в чём вопрос. Вот такое дело. А бывает, приходит, вот у нас было экспресс-коучинг, да, тогда вот зимой. Бывает, 90 лет пришла Светлана одна, да? Та начала после нашей практики ещё и петь. У неё голос появился, понимаете? И такое бывает. Люди разные живут, вот это же классно. То есть тому и идёт, чтобы, понимаете, не быть каким-то вот там, ну не знаю, таким каким-то больным, старым, страшным. Мы хотим быть вот такими здоровыми, жизнерадостными, да? Мы серьёзно, мы молодеи, ребят, на себе уже испытали. Мы прям, ну, намного лучше себя чувствуешь, намного лучше выглядишь. Это же круто. И поэтому, смотрите, человек всегда через субъективную реальность, он планирует амбициозные цели, да. С какой-то стороны это нормально, но это надо понять, что эти цели, мечты, желания, они выбраны из эго человека. Эго говорит на один вопрос, я хочу, а миссия говорит, да будет так, как я скажу, понимаете? Но в этот, да, напомню. Вот, смотрите, как Динара сказала всё правильно, деньги на самом деле не цель. Ребят, деньги не цель, деньги – средства для достижения цели, да, для того, чтобы нам было классно, там, вкусно, дорого, богато. Это, ну, каждый хочет жить, и это нормально. Хорошо, мы все хотим жить. Но это именно деньги – это средства, не сама цель, а средства, да, инструмент. Вот. А человек же что? В основном же цель – деньги ставят перед собой, правильно? Цель – развитие нашего сознания. Цель – цель, чтобы я сама стала ценностью классной, но не просто там денег заработать. Деньги ушли, пришли, они не наши. Вот. И человек что? Ставит в основном материальные цели. И начинает, да, зарабатывать там, всего себя уграблять. Например, дом строить, да? Вот мужчина у нас там, сосед родственников в посёлке, мы проезжали, они говорят, вот такой дом, такой красивый, трёхэтажный, из кирпича. Ну, всё так, прям отделка такая шикарная. Вот они рассказывают. Сорок лет мужчине, он прям так сильно хотел этот дом, построил дом, и там, ну, буквально через какой-то небольшой период времени всё, ушёл, да, на тот свет. Ну, то есть, понимаете, человек на вот эту материальную цель ложит свою жизнь. Ай, ну, вообще стоит того, этот дом. Зачем? Например, человек хочет пятиэтажный дом, да, вот эго хочет, единица, допустим, часто, хочет что-то большое. Ну, надо подумать, зачем мне сейчас убийца этот пятиэтажный дом построить, ребят, с пяти туалетами и всё такое, мы вдвоём с мужем живём, оно нам надо, до пятого этажа и не дойдём, да, никогда там. Гости, когда они приедут? Раз в год? Два раза в год? Ну, тут нужно понимать, да, что тебе надо, что тебе не надо, и ставить адекватные цели, не убиваться, понимаете? Вот наш, этот, айфон, кто изобрёл? Ну-ка скажите, кто знает? Вопрос. Правда, что если хорошо отдохнуть, очищается энергетик? Правда. Вот смотрите, ванну с солью мы и делаем, это всё равно, что ты поехал на море, люди зачем на море ездят? Для того, чтобы обнулиться. Соль забирает вот этот негатив, всё обнуляет, да, негативную энергию. И поэтому, если ты хорошо отдыхаешь, например, ту же ванну с солью каждую неделю принимаешь, то ты, ну, не совсем, конечно, это как на море, но вот, всё правильно, Дина. Стив Джобс. Вот это человек, который достиг материальных целей своих, да, это богатейший человек, который, ну, извините, во сколько лет, кто знает, хочется с вами пообщаться, а вы не хотите с нами общаться. 50 лет. Уже заканчиваем сейчас. Ребят, 50 лет ему было, он богатейший человек мира. Ну и что он умер? Он умер больной, заболел раком, и в итоге что? Ушёл и остался один, да, в конце своей жизни. Посмотрите фильм, почитайте. 30-й фильм. Нет, 30-й. Ну вот. И, понимаете, ну, цель — это вот себя развивать, развивать своё сознание, сохранять своё здоровье. Это самое-самое главное. А вот эти вот материальные цели мы не говорим, что вам не надо ничего, денег не надо, вот в нищете сиди, молись, как этот. Ну, есть же такое течение, одно время было модно, что вот все такие духовные, и денег мне не надо, и я питаюсь праной, и всё такое хорошо. Нет, на самом деле духовность — это и есть богатство. Истинная, настоящая духовность. Почему нет? Это и богатство, и деньги. Это вполне хорошо и нормально. Ну, если ты только не убиваешь, да, не нарабатываешь там карму, людям вред не приносишь. Но сам факт, что человек ставит себе вот эти какие-то непостижимые цели... Вот смотрите, я сейчас вам всё-таки тут ещё нарисую. Ну, вы меня уж простите, но послушайте. Нам каждому дана какая-то определённая норма энергии на нашу жизнь. И что? Мы хотим, например, построить вот какой-то вот этот пятиэтажный дом, который мне не нужен. И вот он примерно равен, да, вот этой энергии, которая у меня есть. И я её вот так вот по капелькам, по капелькам, ну, и причём я ещё же живу, страдаю, да, по капелькам сливаю эту энергию в течение своей жизни. В итоге там построил дом, всё, энергия иссякла. Всё, ребят, всё, энергия в этот дом. Ну, это тоже не надо. Надо смотреть, лучше развивать себя. Целесообразность. Сохранять эту энергию. Не вот так вот, чтобы невидимая утечка энергии происходила у меня через мысли, через ограничения, вот эти эмоции, страхи и так далее. А сохранять эту энергию, научиться. И тогда я могу и жизнь свою продлить, ребят. И жить совершенно другом, ну, как уровень жизни, да, совершенно другой себе, как бы, заиметь. Так, теперь, это я, наверное, всё-таки пропущу, наверное. Вот это вот четыре стадии сознания, вам видно, ребят? Вы как, устали? Устали, наверное. Вот этот слайд виден? Вы же молодцы, красивые. Ну, ладно, у вас осознание всё равно произойдёт однозначно от этого. Да, видно, есть ещё ресурсы. Теперь смотрите, ребят, у нас есть состояние, когда мы называем это уголь от угля, да? Каждый человек, когда он не нарабатывает энергетический потенциал, он в состоянии угля. Уголь с углём что делают? Его просто используют, используют его энергию. И человек остаётся обессиленный. Но если переводить на человека, у него остаётся 10% из 100. Почему только 10%? Так заложил Творец, чтобы он существовал. Теперь смотрите. Кто-то пользуется чаще всего этим человеком, правильно? Уголь. Уголь — это 80% людей на Земле. Ребят, вот так всё грустно. Который бросает в топку, кто-то пользуется. Вот эти 20% управляют другими 80%. И через них имеют деньги и всё такое. Дальше человек живёт и получает какой-то кризис. Видите, кризис — это всегда развитие. Кризис — это всегда начало какого-то нового дела. И так далее. Человек получает... Мы не говорим, что там потерю, ещё что-то. Он получает опыт. Даже если человек развёлся, он получил опыт семейных отношений. Если он потерял деньги, он не потерял деньги. У него есть опыт финансовых операций. Понимаете, как всё просто можно переименовать в хорошую сторону. И тогда он уже превращается, видите, в графит. Но у него уже есть какой-то энергопотенциал. И у него уже есть стремление на достижение своих целей. После этого он дальше начинает расти, получает ещё больший кризис. Но он превращается в алмаз. Смотрите, здесь человек идёт двумя путями развивать цель развития сознания. Хочешь ты, не хочешь, ты его будешь развивать, потому что это наша цель. Мы пришли для этого на Землю. И цель первая — через знание развивать сознание. Ну то есть по собственному желанию. Либо жизнь заставить через кризис. Ребят, мы в любом случае будем развиваться. И вот два пути. Или насильственно через кризис хорошенький, либо через знание. И вот как раз-таки, да, вот человек вот так живёт-живёт, и наступает какой-то удар по здоровью. Кризис же разный может быть. Согласитесь. Или деньги потерял. Или ещё что-то. И человек всё, когда кризис случается, он сидит и осознаёт в конце концов, что так, мне что-то надо делать со своей жизнью, что-то не то, что-то я уже не хочу так жить, надо выбираться, надо что-то делать, надо учиться. И он начинает слышать. Потому что человек, если не в кризисе, вот он более-менее там живёт, это жизнь так говорит, на ушко говорит. Так, давай развиваемся. Не слышит. Жизнь такая. Давай развивайся. Не слышит человека. Она и может. Давай развивайся. Не хочет? Тогда будет сильный кризис. Сильный кризис. Не понимает? Тогда хороший пендель даст под зад человеку. Понимаете, так всё происходит. Вот хочешь ты, не хочешь. Вот так оно и в жизни происходит. И наша задача дойти до этого бриллианта, понимаете? Развить своё сознание, чтобы с угля превратиться в бриллианта. Но либо через спину под зад, под затыльник или там что-то, да? Либо через просто, через, ну, собственное развитие, да? Работу над собой. Поэтому, ну, как бы тут выбор за человеком. Лучше, конечно, через работу над собой, чем через какой-то сильный кризис. И вот Сюцай что? Сюцай развивает… Золотой пендель. Да, да, да. Ну, правда, ребят, вот так вот оно и происходит в жизни. Вот этот золотой пендель. То есть, конечно, инструменты, есть знания, которые мы вам можем передать, которые мы нарабатывали 4 года, которые мы 4 года пропускали через себя. Это не просто не понаслышке, а это практика, практика, ещё раз практика. И тогда вы пойдёте вот по первому пути через знания. Ну, человек может довести себя до энергоресурсного состояния через знания. И останется уже бриллиант, который надо просто дошлифовать какие-то, поднять какие-то компетенции, доработать. Всё. Вот если вы нашли здесь сравнение… Я, оказывается, на уровне алмаза. Ну, классно. Это хорошо, оцените, да, на каком вы уровне сейчас находитесь, да. И, например, вот этот вот уголь – это, ну, полное состояние вот этого чёрного волка. Чёрный волк, да, человек совсем волки. А здесь уровень бриллиант – это уровень белого волка. Живёт и хорошо ему, человеку, и он действительно… Мы же стремимся, как бы за деньгами мы видим счастье, но счастье не всегда за деньгами, но, конечно, от денег тоже кое-что зависит, да, наше комфортное времяпровождение. Но мы же все хотим счастья на самом деле, состояния определённого. Так, и смотрите, в заключении, что мы хотим вам сказать. Человек будет, хоть даже вот возьмём золотую матрицу, да, но если в человеке будет эгоцентризм в программе «Май», если у него будет убеждение очень сильное, да, если у него будет мораль, он с этого красного круга никогда не сможет выбраться. Наша задача – перевести его в круг доверия, принятие своего тела. Есть такое понятие «Ихсан» мы будем проходить. «Ихсан» переводится как «подстройся под человека, ибо жизнь твоя конечна и отмерена». Дальше этот уровень будет, соответственно, энергопотенциалом, счастья, спокойствия души. Да, всё верно. Когда вы уже будете понимать и принимать себя любимого или любимого, то к вам придёт энергопотенциал, это состояние души такое, которое будет формировать у вас намерение. Намерение, оно будет формироваться в сердечной чакре у каждого человека. Ребята, либо у меня чистое намерение сделать пользу этому человеку, либо я через корыстный расчёт пойду, да. Выбор опять же за нами, да. Вот. И после этого к нам Творец даёт возможности. Если намерение чистое у человека, чистое такое, никого не навредить. Как только появляются возможности, мы автоматически нарабатываем компетенции, которые у нас отсутствуют, да. Вот, например, просто сейчас возьму пример. У Алексея отсутствует, допустим, ну, слабо работает анализ, например, да. Он хорошо зарабатывает, но деньги, как вода, сквозь пальцы уходят. У Татьяны, например, то же самое происходит. Хоть она и миссия 3, но деньги уходят, как со скоростью воды сквозь пальцы, например, да. Вот это страдает же, хромает компетенции. Но когда идут намерения возможности, эти компетенции начинают нарабатываться автоматом. Ну и мы на коучинге тоже с ребятами нарабатываем компетенции. И как только вот эти компетенции, возможности появляются, у вас появляется, помните, я вначале сказал, востребованность. Востребованность, к вам люди сами будут обращаться, и это будет тянуть вас на богатство. Теперь крайний вопрос к вам. Что такое богатство по вашим понятиям? Ваши варианты. Можете даже включать микрофоны. Успокоение души. Состояние души. Еще. Ваши варианты. Просто вот что идет на ум, то и говорите. Рабиного непосильного нет, ребят. Не экзамен это. Да. Богатство, богатство, что для вас? Что для вас богатство? Так, вот здесь динара. Это духовное богатство. Одно духовное богатство. Или один духовное богатство. Так, так, так. Ну, остальные что-то... Ребят, там деньги тоже есть. Все хорошо. В этом богатстве. Это и деньги, это и... Ребят, смотрите, на самом деле, да, это... Это и счастье. Богатство переводится на «бог внутри тебя». Комплекс. Потому что у нас стереотип заложен еще с той советской эпохи. Это яхты, самолеты, это крутые щита, черные Волги, там, черные джипы и так далее. Но наша задача, смотрите, наша задача как коучей, наша задача счастья, здоровья... А, первая она написала, счастье. Наша задача вот найти вот здесь причину, почему человек не выпрыгивает с этого красного круга. Не может перейти. Не следствие, пришел к нам на коучинг и он уже жертва. Нет, не следствие, а причину. Наша задача раскрыть триггерное состояние. Это посттравматическое событие, которое человек получил при воспитании с родительским составом, без родителей, потеря чего-то. Вот это и есть причина, она находится вот здесь. И вот в состоянии периода... Это надо же время жить, понимаете? Время. Мы копили 30, 45, 50 лет, 60, и, соответственно, наша задача вытащить эту, скажем так, точку вот эту вот, да? От чего мы страдаем, да? Причину эту вытащить, и тогда вот здесь повернется пробочка, которая даст нам энергию. Понятно? И тогда у нас придет, как Алексей сказал правильно, состояние. На это состояние идет и человек, на это состояние будет идти богатство. Богатство — это благополучие всей Вселенной. Нету просто мало денег, нету просто мало воздуха. Творец всё дал бы, забили. Вопрос только вот здесь, в причине же. И поэтому мы будем работать вот по этой причине и вытаскивать на причинно-следственную связь. Как? Не может пересечь границу. Да, да, да. Да, не может человек выйти вот из этих страданий, потому что он не понимает, как. Это подсознательные программы, он не понимает, нету выхода. Вот как мне управлять этими эмоциями, как мне не сливать энергию? Понимаете? Вот даже спортсмены, они же, ну, физически, они же много работают над собой. Они конкретно поднимают энергию мощно. Но, как наш учитель говорит, они не понимают свои точки слива. Понимаете? Энергию поднял, и там же её моментил. Угонул обратно, да, слил. Не понимает человек, где, как сохранять. Вот это вот тоже очень важно. Так, ребят, ну, у нас практически всё. Всё, какие-то, если вопросы, давайте, мы готовы ответить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...